Люди, которые позволяют Духу изредка проявиться в своей жизни, добиваются потрясающих успехов. Люди, которые позволяют Духу сосуществовать наравне с мирским сознанием, становятся гениями. Людей же, чей Дух главенствует над мирским сознанием, мы называем святыми. Мудрые говорят, что человек – это магическое существо. Это факт, не требующий для мудрых доказательств. Но почему тогда мало кто из людей может реализовать свой магический потенциал, с которым каждый рождается на свет, и стать счастливым? Потому что существует нечто, что мешает человеку жить той жизнью, которая является его истинным предназначением. Это нечто маги называют хищником или мирским сознанием. Как победить хищника и освободиться от его влияния? Сейчас мы вам об этом расскажем. Одним из первых, кто открыто рассказал на широкую аудиторию о хищниках, был Карлос Кастанеда. Являясь не только мистическим писателем, но также магом и воином духа, Карлос Кастанеда писал в своих книгах о неких агрессивных и злобных существах, которые питаются энергией человека и пожирают его светящуюся оболочку. Дело в том, что маги, согласно Карлосу Кастанеде, воспринимают текущие потоки энергии в мире напрямую, а человека маги видят на энергетическом уровне, как светящийся шар. Светимость шара или человеческой оболочки свидетельствует о том, что индивидуум способен воспринимать происходящее в мире события, анализировать и реагировать на них необходимым образом. Пожирая светящуюся оболочку человека, хищники лишают его возможности адекватно воспринимать действительность и взаимодействовать с окружающим миром разумным и эффективным способом. Так человек, лишенный способности разумно относиться к своей жизни, становится пищей для хищников и является для них добычей и поставщиком энергии. Откуда же взялись хищники и почему они питаются энергией именно человека? На подобные вопросы в своих книгах Кастанеда отвечает лишь намеками. Он пишет о том, что маги давно заметили хищников и воспринимают их как часть нашей вселенной, которой маги также приписывают хищнические свойства. Хищники – это данность нашего мира, как восход солнца или голубизна небес. Маги говорят, что человек, благодаря своей способности осознавать и воспринимать потоки энергии в виде осязаемых объектов мира, обладает специфическим свечением, которое в природе свойственное лишь человеку и которое привлекает хищников и является для них чем-то вроде приятного лакомства или любимого десерта. Сам Кастанеда воспринимал хищников в виде мелькающих в темноте с огромной скоростью теней и заполняющих все темное пространство. Благодаря магическому дару, который у Кастанеды раскрылся благодаря его учителю Дону Хуану, Карлос был способен видеть хищников и всякий раз, когда у него происходило взаимодействие с хищниками, он испытывал острое физическое недомогание, панику и сильное головокружение. Подобное состояние усиливалось осознанием магического и устрашающего факта, открытого Кастанеде Доном Хуаном. По словам учителя Карлоса, хищники превратили человека в покорного раба и батарейку, для того, чтобы беспрепятственно получать доступ к его светимости и питаться этой светимостью. Для этого хищники проделали с человеком ужасающий маневр, заставив последнего думать как хищник, действовать как хищник и видеть мир как хищник. Другими словами, хищники внедрили в человека свой разум. Таким образом они украли у каждого живущего на земле его жизнь, сделав любого источником пищи и генератором свечения, которое они пожирают. Человек уже давно живет жизнью хищника, являясь его пищей, и давно перестал принадлежать самому себе. Но что, если мы вам скажем, что Карлос Кастанеда, глядя на снующие с огромной скоростью тени, видел не что-то внешнее, а устройство своего сознания, которое свойственно любому обычному человеку? И что, если мы приоткроем вам тайну, сказав, что хищник обитает не снаружи, а внутри человека? Чтобы понять сказанное, необходимо сделать несколько небольших шагов в сторону от повествования и рассмотреть структуру человека так, как ее видят маги. Постарайтесь сконцентрироваться на своей возможности воспринимать мир абстрактно и с помощью контролируемого воображения представить и допустить в своем сознании то, о чем мы вам расскажем дальше. Маги знают, что каждый человек представляет собой не просто тело, но тройственную структуру, которая состоит из духа, души и тела. Другими словами, магия учит, что каждый является не конгломератом химических элементов, собранных согласно неведомому закону физическое тело и подчиняющихся биологическим ритмам, а бессмертной сущностью, которая воплотилась в это тело. Бессмертная сущность представляет собой дух, который согласно магам обитает в вечности. Совмещая в себе интеллект и чувства, душа человека в магическом понимании представляет проводник, вбирающий в себя опыт осознания во время физической жизни. По-другому выражаясь, тело – это вещественный и таинственный инструмент в руках бессмертного духа, который с помощью души собирает опыт, прожитый человеком в материальном мире во время физического воплощения на земле. При этом маги говорят, что душа и тело находятся во власти хищника, которого они называют мирское сознание. Согласно магическому видению, истинное сознание или дух и мирское сознание находятся в постоянной конфронтации. Овладев сознанием и захватив душу и тело, хищник заменяет водительство духа в человеке и тем самым заглушает голос вечности и божественного бессмертного источника, которым в сути является человек. Во власти мирского сознания вследствие импульсивности и поверхностного мировоззрения никто не способен раскрыть свой магический потенциал, тем самым проживает ту жизнь, которая выгодна хищнику и которая делает человека удобным для него пропитанием. Это значит, что, пребывая в мирском сознании, человек теряет такое свойство, как глубокомыслие, которое способно привести его к осознанию своей внутренней природы. Без глубины осознания себя как части мира, индивидуум расходует свой ограниченный запас энергии безрассудно, и этого запаса становится недостаточно, чтобы открыть свое предназначение. В этом случае маги говорят, что хищник поглотил светимость человеческого кокона. Один из фундаментальных законов магии гласит, что только в истинном сознании под предводительством духа человек способен вернуть себе власть на своей душой и тело. Живя таким образом в гармонии с самим собой и со всем миром, посредством влияния духа на жизнь, индивидуум обретает смысл жизни и раскрывает в себе магический потенциал. Безусловно, понятия душа и дух не являются совсем обычными понятиями, которыми мы привыкли оперировать в повседневной жизни. Для кого-то эти категории могут быть совершенно новыми идеями. В работе с новыми идеями необходимо взаимодействовать с теми, для кого такие идеи стали частью их жизни. Но таких людей может и не быть рядом. К слову, для этой цели мы и создали закрытый клуб Wayne Silence, в котором вместе с участниками мы соприкасаемся к неизведанным сторонам как духовной природы человека, так и к неразгаданным тайнам мира и космоса. Именно закрытый клуб Wayne Silence помогает найти единомышленников и начать воспринимать мир лучше, яснее и глубже. На случай, если вы хотите присоединиться к нам в клубе и научиться воспринимать новые идеи, которые обогатят вашу жизнь, мы оставим ссылку в описании к видео. Но как противостоять хищнику? Если инструмент, с помощью которого каждый может защитить себя перед агрессивными нападками, уничтожающего энергию мирского сознания. Да, вне всяких сомнений. Таким инструментом является дисциплина. Дон Хуан определял дисциплину вовсе не как способность просыпаться в 5 часов утра и обливаться до изнеможения холодной водой. Для магов дисциплина является умением стойко переносить неблагоприятные обстоятельства, не входящие в расчеты человека. Что это значит? В самом обычном понимании слово дисциплина происходит от латинского discipulus, что в переводе означает «тот, кого обучают». Подобный факт наводит на мысль, что дисциплина – это не физика, интеллектуальное качество человека, которое определяется убежденностью повторять одни и те же запрограммированные действия на протяжении заданного периода времени. Дисциплина – это способность через обучение постоянно постигать мир с интеллектуальной и чувственной сторон, стремясь к гармонии с природой через ясное осознание глубокого с нею единения. Невообразимая палитра многообразия таинств природы, познаваемая человеком на интеллектуальном и чувственном уровнях, способна предотвратить закрепление сознания на агрессивных принципах хищника и защитить человека от его провокаций. Так, любой индивидуум способен возвратить себе контроль над собственной жизнью. Но у кого необходимо обучаться? Мистическая философия учит тому, что единственный учитель в жизни человека – это его дух, бессмертная и неосъязаемая суть, которая получает опыт во время последовательных воплощений на Земле. Выстраивая тончайшую связь со своим духом и обучаясь у него видеть мир глазами вечности, человек мягко и постепенно передает управление своей жизнью от мирского сознания к истинному. Таким образом, любой индивидуум отгораживает и защищает себя от принципов хищника, проявленных в его сознании и в сознании окружающих людей, и раскрывает собственное предназначение, получая в своей ладони дар от вечности, который называется судьбой. Поэтому можно смело говорить, что дисциплина – это умение слышать собственный дух и преодолевать земные заботы, взирая на них с масштаба Вселенной. Дисциплина позволяет духу восстановить светимость человеческой оболочки и отойти от мирского сознания, познавая мир во всем его многообразии и глубине. Именно это и имел в виду Дон Хуан, когда говорил, что дисциплина делает энергетическую оболочку человека несъедобной для хищников. Друзья, на нашем канале есть отдельный материал, в котором мы рассказываем, как раскрыть в себе такое великолепное качество, как дисциплина. Изучайте практику раскрытия дисциплины, предложенную исследовательской командой нашего проекта, и раскрывайте в себе сознание вашего бессмертного духа. Ссылку на соответствующее видео мы оставим в описании. Дисциплина раскрывает в человеке такое качество, как ответственность. Слово «ответственность» происходит от слова «ответ». Быть ответственным – значит отвечать своему духу на его тончайшие позывы и выстраивать свою жизнь согласно своему предназначению. Принятие ответственности за свою жизнь является одним из ключевых условий для избавления от личной истории. Так как человек с рождения находится во власти мирского сознания, то почти вся его личная история является не следствием глубокого и гармоничного отношения к миру, а история хищника, который жил в человеческом теле. Именно этот факт испугал до глубины души Кастанеду после того, как Дон Хуан рассказал ему о хищниках. Закреплять личную историю – значит подчиняться команде хищника, который ограничивает восприятие внутренней бездны и бесконечности, пребывающей в человеческом сердце. Так мирское сознание не позволяет человеку воспринять дух и вспомнить свое божественное происхождение. Закрепляя личную историю рассказами о себе, жизнь индивидуума выстраивается вокруг его маленького «я», которое становится ее активным центром. При этом обладатель личной истории тратит огромный энергетический потенциал, чтобы создать образ себя в глазах окружающих, а образ окружающих – в собственных глазах. Центром жизни должен быть дух, который способен наполнить саму жизнь целью и смыслом, свободой и легкостью. Именно так человек раскрывает свое предназначение и выходит из-под власти хищника. Каждый индивидуум является воплощенной силой вселенной в физическом теле с бесконечным потенциалом. Принцип же хищника ограничивает восприятие до размеров личной истории и окружающих обстоятельств. Таким образом человек не раскрывает свой внутренний магический потенциал и теряется среди бытовых вещей и событий. В этом и заключается истинное влияние личной истории. Она вынуждает быть носителем представлений и шаблонов о себе и своей природе, затрачивая на это огромный энергетический ресурс, который в сути должен был бы расходоваться индивидуумом на раскрытие тонкой и неосязаемой связи с духом. Безрассудное отношение к жизни и энергии действует губительно и истощает человека. Маги говорят, что в этом случае сияние и светимость человеческого кокона съедены хищниками. Личная история закрепляется тем сильнее, чем более открыто и яростно индивидуум высказывает жалобы и претензии как к собственной персоне, так и к миру в целом, в котором ему посчастливилось родиться. Вместо того, чтобы исправлять ситуацию и менять жизнь к лучшему, человек истощается постоянным недовольством, в сути ничего при этом не делая и никак не меняя ситуацию. Такой процесс в книгах Карлоса Кастанеды назван индульгированием. Индульгировать значит терять понапрасну энергию, закреплять через претензии личную историю и кормить хищника, отдавая ему в распоряжение собственную жизнь. Несбывшиеся надежды, претензии и ложное восприятие мира создают в человеке очаг боли, в котором прячется хищник. Разглядеть этот очаг боли человеку мешает страх. Именно через боль и страх хищник выстраивает и реализовывает свои самые коварные манипуляции, заставляя каждого жалеть себя и тиранить окружающих. Боль – это дом хищника. Личная история питает боль. Боль питает хищника. Поэтому хищник заинтересован в распространении личной истории, ведь в сути личной истории является границей его тирании. Эти границы нужно уменьшать, потому как поддержание личной истории снижает энергетический потенциал. Бесконечности внутри человека нужна энергия и пространство, чтобы воплотиться во внешнем мире и вернуть ему знания о своей магической природе, чтобы вручить в награду судьбу, достойную самих богов. Но беда в том, что это далеко не все, что делает мирское сознание с человеком. С течением времени любой хищник становится падальщиком. Падальщик – это крайнее проявление низменных стремлений мирского сознания, которое заставляет человека ждать поблажек, просить и постоянно жаловаться. Падальщик цепляется без разбору за все, что попадается у него на пути, и поедает обедки со стола других хищников, находясь в постоянном ожидании подачки. Падальщик не взаимодействует с духом и все время находится в ожидании того, что кто-то ослабнет настолько, чтобы забрать у него все. Падальщик испытывает страх и трепет перед другими хищниками, мечтая о их власти, силе и агрессии, о их судьбе и месте под солнцем. Падальщик – это тиранище себя и всех вокруг человек, чье благородное творческое начало находится в параличе от боли и страха, прячущимися за постоянными жалобами, обидами и претензиями. Предназначение любого человека – это идти к своему духу и созидать на благо всего человечества. Судьба любого хищника – это путь к жизни падальщика, живущего в постоянном страхе, подчинении и раболепии и тиранищего тех, кто оказался слабее его самого. Чтобы уйти из-под влияния хищника, нужно отторгнуть боль, увидеть, что это боль хищника, а не личная боль. Дух человека никогда не вынудит испытать мучения. Дух даст ясность и силу к созиданию и творению, и пониманию, как реализовать собственный магический потенциал. Падальщик и хищник живут в боли и постоянном страхе, в то время как маг пребывает в духе и живет в бесконечности, там, где нет ни обид, ни претензий. Зло умирает в вечности. Для человеческого духа вечность является причиной его развития, цветения и благоухания. Вы спросите, раз человек такой могущественный, почему бы ему просто не избавиться от хищника и не уничтожить его? Чтобы избежать подобного, хищник применил величайшую и сокрушительную хитрость по отношению к человеку. Мирское сознание лишает осознанности. Для своего проявления в жизни дух требует от человека полной осознанности. Через осознанность дух мягко, тактично и аккуратно меняет человеческую жизнь, выстраивая ее в соответствии с законами и гармонией Вселенной. Осознанное взаимодействие с духом называется в магии намерением. С помощью намерения каждый способен изменить свою жизнь в соответствии со своим предназначением. Так как истинное сознание направляет человека к единению со всем в мироздании и, в отличие от местечковости и близорукости мирского сознания, воспринимает всех частью великого единства, правильное намерение всегда касается не только самого человека, но и всех людей. Чтобы пробудить в себе дух, необходимо помогать людям избавиться от диктатуры и гнета мирского сознания. Чтобы преуспеть в победе над хищником и его принципами, мы предоставляем вам практику по выходу из-под влияния хищника. С помощью этой практики вы сможете вернуть себе контроль на собственной жизнью и смело двигаться навстречу к собственной судьбе. Перестаньте поддерживать личную историю. Это не значит полностью избавиться от личной истории. Подобного не требуется от обычного человека, чья жизнь тесно переплетена социальными обязанностями. Чтобы перестать поддерживать личную историю, необходимо во-первых, перестать говорить о прошлом. Это позволит остановить расширение границ и увеличение объема вашей личной истории. Также, если вы прекратите рассказывать другим о своем прошлом и вспоминать прошлое, вы почувствуете, как энергия, которую вы тратили на его закрепление в личной истории, освободится для магии настоящего и величия будущего. Во-вторых, перестаньте жаловаться и обижаться. Жалобы и обиды – это мощный инструмент закрепления личной истории. Через жалобы вы фиксируетесь на том, чем недовольны, а не на способах преодоления вашего недовольства и изменения условий, в которых находитесь. Вы можете чувствовать обиду, но не позволяйте себе обижаться. Если вас облает дворовой пес, вы можете почувствовать обиду, но обижаться на него будет бессмысленно. Свобода от жалоб и обид вернет вам энергию, которую вы тратили на закрепление личной истории и позволит сконцентрироваться на развитии лучших качеств, чтобы узнать себя с новых сторон. В-третьих, при встрече с людьми больше слушайте, а не говорите. Так как человек привык говорить о себе, излишняя говорливость порождает невнимательность ко всему, что не касается собственной личной истории. Необходимо вслушиваться в то, о чем говорят другие. Старайтесь посредством рассказов распознать и услышать в людях голос бесконечности и зов их духа. Этот маневр откроет вам видение того, что личная история существенно сужает восприятие людьми действительности. Наблюдая этот процесс в других, вы распознаете его в себе и сможете уменьшить негативное влияние закрепления личной истории на ваше развитие как духовного существа. Вглядитесь в боль, которая прячется за вашей личной историей. Увидьте, как эта боль управляет вами. На самом деле через боль вами управляет хищник, используя для этого страх. Чтобы нивелировать влияние мирского сознания, не присваивайте себе боль и распознайте в ней нечто чужеродное вашему духу. Боль не ваша, а хищника внутри вас. Поэтому перестаньте бояться вглядываться в боль внутри вас. Осознайте, что в каждом человеке хищник живет именно во внутренней боли. Постарайтесь почувствовать, что не бывает личной боли, бывает боль хищника, внедренная в людей через их личную историю. Истинная трагедия заключается в том, что человек выбирает мирское сознание в себе и не использует истинное сознание духа. В этом и заключается корень страданий человека и причина его страхов. Стремитесь помогать каждому избавиться от боли. Так вы преодолеете влияние и диктат мирского сознания и избавитесь от постоянных болезненных внутренних переживаний. Обратитесь за помощью и поддержкой к духу. Распознайте в себе тончайшее божественное начало. Осознайте, что ваша личная история не принадлежит вам. Вы не ваша личная история. Лучше для этого использовать практики медитации. Одной из таких практик является практика соединения с солнцем Ра, опубликованная на нашем канале. В конце медитации вслух обратитесь к своему духу, озвучьте свое желание служить ему и доверьте вашему божественному началу управления вашей жизнью. Духовный свет божественной сути вынудит отступить хищника, ибо тьма растворяется при соприкосновении со светом. Вы пришли на эту землю не копить личную историю, но выполнить свое предназначение. Ваше предназначение и есть тот путь, у которого есть сердце. Именно о таком пути писал Карлос Кастанедо в своих книгах. Каждый человек уверен в том, что проживает свою жизнь и испытывает свои чувства. Магия говорит о том, что человеческое сознание захвачено хищником, которое перехватывает управление над жизнью и энергетически истощает индивидуума. Чтобы избавиться от сознания хищника, необходимо перестать поддерживать личную историю, вглядеться во внутреннюю боль и обратиться за помощью к своему духу. Освобождаясь от мирского сознания, человек обретает истинную свободу, о которой писал Карлос Кастанедо. Свободный человек способен творить и созидать на благо всего человечества. «Созидая, любой обретает смысл жизни и становится равным богам, которые покровительствуют человеку из самой вечности. Именно так, вздымаясь ввысь к духу и осознавая свою задачу на этой земле, каждая обретает бессмертие». Субтитры создавал DimaTorzok